приветствую каждого зрителя на своем канале меня зовут юлиана сегодня у нас с вами будет очень интересный расклад мы сегодня с вами будем смотреть с 14 по 28 октября наступает коридор затмений это идет очень сильный период этот период меняет судьбу каждого в какой-то определенной сфере жизни у кого-то могут быть очень серьезные перемены относительно отношений у кого-то могут быть серьезные перемены относительно работы этот период у немного сложный немного тяжелый он тяжело воспринимается из-за того, что у человека в этот промежуток времени идут очень резкие перемены. То есть когда человек привык к каким-то определённым обстоятельствам, когда вроде всё хорошо, и вдруг резко что-то меняется, неожиданно. И не всегда идёт восприятие какой-либо ситуации, что «а как быть дальше? Вроде было всё хорошо, почему резко что-то пошло не так?». И вот именно этот период, он достаточно очень такой серьёзный идёт период, потому что все действия, которые будут происходить непосредственно в этот промежуток, он даёт как раз на ближайшие 18 лет. То есть всё, что с вами произойдёт, вот это всё с вами останется на ближайшие 18 лет. Поэтому очень важно, вот в первую очередь, у меня ещё будет видео на канале на эту тему, вы можете посмотреть, оно чуть позже выйдет. Но очень важно в этот период, знаете, вот не паниковать, не думать о плохом, то есть не притягивайте плохое, старайтесь в этот промежуток времени думать только о хорошем. То есть о том, вот как меняются события именно в лучшую сторону. То есть очень важно в этот промежуток притягивать только хорошее, потому что это хорошее с вами останется. Сегодня на Таро мы с вами посмотрим, как вообще вот этот коридор затмений будет влиять на вашу жизнь, какие сферы он у вас затронет непосредственно, и с чем вы останетесь после затмения, то есть вот когда уже пройдёт затмение, потому что после вот этот промежуток жизни он уже вот будет идти 18 лет, то есть практически что-либо изменить будет невозможно. И вот давайте сегодня с вами посмотрим. Будет три варианта ответа, как обычно. Подумайте об этом промежутке времени. Вот с 14-го, то есть у нас коридор затмений начинается именно с Покрова и будет идти до 28-го октября. Это очень напряжённый период, но и в то же время он очень судьбоносный. Он меняет судьбу многих, практически всех. То есть независимо от того, хотите вы, не хотите вы, но этот период он затронет всех. Итак, подумайте про себя, подумайте о своей жизни, о том, что у вас сейчас происходит, и выберите один из трёх вариантов. А мы с вами посмотрим, как это затмение на вас повлияет, именно коридор затмений, с чем вы останетесь, какую сферу непосредственно затронет уже, и мы с вами будем смотреть. Выбирайте тот вариант, который вас устраивает. Не спешите с выбором, подумайте. Ну что, я надеюсь, что каждый из вас выбрал свой вариант. Давайте теперь смотреть. Это мы пока отобедим. Итак, насколько будет судьбоносный? Для вас этот период. Ну, я могу сказать так, что вот вообще вот этот период, да, вот коридор затмений, он может как разрушить, так и соединить. И вот у вас как раз вот первый вариант, кто выбрал, наоборот, будет соединять. То есть наоборот, будет объединять. Это могут быть, если были разногласия, это если вы были одиноки, если наоборот, были напряжённые отношения, да, постоянно ссоры и, казалось бы, что идёт к разводу, то вот этот промежуток, он наоборот всё исправит. То есть если в вашей жизни был хаос, неразбериха, постоянно какая-то путаница, постоянно какая-то ситуация, напряжённость, именно этот промежуток всё исправит. Он всё расставит по своим местам. Понимаете, то есть он всё вот объединит в вашей жизни, что если, предположим, отняли недвижимость, там, да, потеряли, то вы обретёте. Вот этот промежуток, он создаст именно такие условия, что уже на ближайший период, на ближайшие годы, да, вы сможете обрести жильё. Если были одиноки, однозначно вы встретите своего человека по Душе, с которым вы будете чувствовать себя комфортно. Если были разногласия, то однозначно вы сможете прийти к какому-то единению, прийти к какому-то пониманию и жить именно так, как хотелось вам. То есть вот этот промежуток времени, он, наоборот, у вас всё объединит, он, наоборот, создаст для вас гармоничные условия. То есть у вас вот идёт именно так. Давайте посмотрим, какую конкретно сферу он всё-таки у вас затронет, этот коридор. Какую сферу конкретно? Ну вот и больше эмоциональную, вот она идёт ситуация, вот она как раз и выше у вас. Понимаете, именно эмоциональный фон у вас страдал. Всё за то, что вы переживали, всё из-за кого вы страдали, вот то, что у вас, вот это было состояние, именно этот промежуток он у вас забирает. Понимаете, то есть вы начинаете по-другому жить. Вы начинаете по-другому смотреть на себя, вы начинаете по-другому смотреть на окружение. Те, кто вредил, те, кто мешал, те, кто не давал покоя, те, кто вот создавал хаос в вашей жизни, как раз, да, те, кто вот теребил душу вам, именно с этими людьми вы прекращаете общение. Потому что идёт налаживание именно той ситуации, которая будет благоприятна для вас непосредственно, которая вот действительно будет создавать очень-таки комфортные для вас условия жизни. То вот и за что вы устали бороться, то, в чём вы уже отчаялись, то, на что вы уже не надеялись. Именно этот промежуток времени как раз вот всё исправит. Понимаете, он всё растает по полочкам, всё растает именно так, вот как нужно вам. И у вас вот то, что страдал эмоциональный фон, то есть когда вы переживали, страдали, постоянно были на стрессе, постоянно было вот это нервное состояние, всё это уходит. И вы начинаете по-другому себя чувствовать. Понимаете, то есть у вас вот идёт вот такая линия. С чем вы останетесь? У вас на долгий период времени, то есть на долгие-надолгие годы у вас останется, что вы будете довольны своим положением. То есть вы придёте к той жизни, которую менять уже не захотите. Вы придёте именно к той жизни, о которой мечтали. Именно то, что вот вас будет полностью всё устраивать. И что-либо на ближайшие годы вы менять не захотите. Потому что вы будете сами создавать именно свою судьбу, то есть создавать именно те условия. И вы будете хозяином положения, как говорится. Вы будете довольны именно в том, что вот и раньше вам не давалось. Именно будете довольны в том, что наконец всё сложилось именно так, как нужно было вам. И вот этот период вам даст такую возможность почувствовать себя счастливыми. И что-либо на ближайшие годы вы уже менять не захотите. Вот у вас так. Так, это у нас с вами кто выбрал первый вариант. Давайте смотреть второй вариант. Что вам принесёт? У вас, я вам могу сказать так. Здесь, понимаете, всё будет зависеть от вас, кто выбрал второй вариант. Я пока не могу сказать, каким этот период для вас будет. Он может быть и хорошим, а может быть и плохим. То есть всё будет зависеть именно от того, что вы получали раньше от судьбы и какие поступки вы будете делать в период коридора затмения. Вот у вас, смотрите, у вас вот как раз очень такой важный период именно в том, вот как вы сейчас будете поступать, в дальнейшем будет зависеть ваша судьба. Мы сейчас, конечно, посмотрим, но у вас, знаете, вот такой момент идёт, что вы должны в первую очередь быть очень осторожными именно со своими словами, со своими действиями. То есть если вы не хотите в этот промежуток испортить свою судьбу, будьте внимательны к деталям, будьте внимательны к мелочам, потому что немножко в этот промежуток времени судьба вас будет испытывать. Испытывать на то, а готовы ли принимать дальше её подарки, а готовы ли вы, вот заслужили ли вы больше получать подарки судьбы. И в этот промежуток времени немножко нужно быть поосторожнее. То есть старайтесь, знаете, как вот, если, предположим, просят о помощи, да, то есть какую-то посильную помощь. Не идите по головам, если, предположим, вам что-то нужно, потому что у вас будут такие моменты, когда действительно, вот знаете, как вот вам будет казаться, что настолько всё легко получилось, как-то так. А потом выясняется, что перешагнули через что-то, да, то есть перешагнули какую-то черту, пошли по головам, чтобы добиться своего. Вот этого категорично не делайте именно в этот промежуток времени, потому что потом вы будете очень серьёзно за это отвечать. То есть судьба вас будет очень сильно проверять именно в этот промежуток. И если вы не хотите испортить свою жизнь, то будьте очень внимательны и осторожны. Вообще старайтесь, знаете, как-то постарайтесь больше, я бы сказала, совладать именно своим внутренним настроем. Потому что у вас пойдёт воодушевление, вы готовы горы свернуть, вот такое будет состояние. Но будьте очень осторожны, потому что любой малейший, неверный шаг может всё испортить. Так, давайте сейчас посмотрим, всё-таки какую сферу у вас затронет непосредственно этот коридор затмений, какую конкретно сферу. Вот смотрите, вот как раз у вас идёт вот эта линия, что вы должны… Ну, здесь я вам могу сказать так. Какой-то конкретной сферы здесь нет. Чтобы вы знаете, вот конкретно там, только работаю и всё, да? Нет. А здесь вот как раз идёт, как вы себя поведёте, какие цели перед собой поставите. Немножко может быть сложно, но вы преодолеете эти сложности. Вот я могу сказать, что вы однозначно сможете выдержать вот этот натиск, потому что немножко будет сложно. Но тем не менее, вот в какой сфере будет очень много общения у вас, у вас в вашей жизни, может быть, знаете, вы привыкли быть одинокими, да? То есть привыкли быть, решать всё самостоятельно, действовать в одиночку. То здесь в вашей жизни появится очень много новых людей, которые как раз, знаете, как они не будут создавать вам какие-то неприятности, не будут вот приносить вам, знаете, какое-то вот такое состояние, чтобы вы чувствовали себя некомфортно. Нет, эти люди, наоборот, будут вас вдохновлять, будут создавать вам нужный ресурс, давать, вернее, вот эту энергию, что вы будете чувствовать себя, знаете, как вот на вершине мира, что наконец-то вот что-то получается. То есть если раньше были какие-то просто у вас задумки, то дальше у вас, наоборот, этот период приведёт вас к действиям, что вы начнёте действовать. Может быть, вы раньше чего-то боялись. То здесь у вас пойдёт уверенность, что вы действительно можете очень многое. Вы укрепитесь. Вы укрепитесь как личность. Вы укрепитесь как вот, может быть, в коллективе как человек. А может быть, что даже будет очень такой хороший подъём именно по карьере. То есть вы можете до начальника вырасти. Вы можете очень хорошо развить свой бизнес. То есть у вас больше вот в этом направлении идёт изменение, либо, знаете, как завершить какие-то старые процессы, которые у вас, возможно, ну как какая-то была такая критичная ситуация. То как раз вот это вот всё позволит вам непосредственно преобразовать. И вот те задумки, вот то, что вас постоянно крутились в голове, именно в этот промежуток вы сможете это всё реализовать. И именно это идёт изменение у вас очень серьёзное. Так, а с чем вы останетесь после затмения? С чем вы останетесь? Вы не остановитесь. Просто так вы пойдёте дальше реализовывать свои планы. Единственное, что вот у вас, знаете, будет такой момент, вы постоянно будете бороться, как говорится, за своё место под солнцем, к сожалению. То есть здесь не получается такого, чтобы, знаете, вот какое-то было в первом варианте, что не получается такого, что вот вы получили и довольны. У вас вот будет вечная борьба. Это может быть, как и соседи, коллеги, либо ещё просто какие-то сторонние люди. То есть вам постоянно придётся бороться. Но вы уже будете, знаете, как совершенно обновлёнными. То есть вы совершенно будете другим человеком. Вы сами поменяетесь в этот промежуток времени. И вы по-другому будете смотреть на себя и на свою жизнь. И вот благодаря, как говорится, лучшей версии себя вы начнёте уже по-другому выстраивать свою жизнь. И вы увидите, будете понимать, в каком направлении вам двигаться. То есть как вам лучше создавать какие-то определённые ситуации, какие-то условия, чтобы можно было получить всё задуманное. То есть вы не будете уже ничего бояться. Вы будете полностью уверены в достижении своих целей. И даже те препятствия, которые не будут, то есть очень много будет, знаете, вы настолько станете успешными, что будет очень много зависти в вашу сторону. Но вы этого не побоитесь, потому что вы будете чувствовать, что вы наконец смогли подняться. И вот этот промежуток, вот этот коридор затмений, он больше изменит вас как Личность. И благодаря этому вы всё значительно поменяете. Вот у вас так. Так, это у нас вот кто выбрал второй вариант. Ну давайте посмотрим третий вариант. Что у вас? Третий вариант. Вы знаете, что вот этот промежуток времени, вот как я вижу у вас, да, вашу вот эту ситуацию, вот кто выбрал третий вариант, вы постоянно чувствуете какую-то пустоту. Вы постоянно чувствуете вот нехватку чего-то. Вот как будто какая-то, знаете, внутренняя пустота. Вот какое-то опустошение у вас произошло. И вы пытаетесь разобраться в своей жизни, пытаетесь разобраться, что вообще, почему к этому пришли и что делать дальше. И как жить дальше, да. То есть вроде понимаете, что вроде не глупый человек, вроде что есть и уже как бы достигли какого-то статуса, уже как бы достигли очень много в своей жизни. Но вот что могло случиться, что, да, может быть, оказались в какой-то даже совершенно нелепой ситуации для себя. И то, что вот идёт какое-то опустошение. Вот именно коридор затмений вот это опустошение уберёт. Понимаете, то есть вы от этого избавитесь. Вы начнёте жить полной жизнью, совершенно другой жизнью. И вы не будете уже, знаете, как может быть, вы живёте просто мечтами, но реальности нет. И вот у вас, наконец, идёт реальность в вашей судьбе, да, вот этот период. То есть он, наконец, даёт вам ту реальность, чтобы вы чувствовали себя таким вот, знаете, вот, ну, я бы сказала, счастливым человеком. Когда вот хотелось, а не получалось. Понимаете, вот у вас больше вот пока вот эту линию я вижу. Сейчас давайте посмотрим всё-таки, какую сферу непосредственно изменит коридор затмений. Какую сферу затмения. Вы знаете, идёт такая линия. Вы вот как будто как постоянно находитесь в какой-то стороне, вот как будто постоянно вы в тени кого-то или в тени какой-то ситуации. и вам настолько надоело вот крутиться-вертеться, что вы, наконец, уже вот поставите точку, что вы, наконец, выходите за какие-то рамки. Вообще, знаете, у вас третий вариант, на самом деле, могут все сферы жизни поменяться. Какую вы сами для себя выберете. Понимаете, то есть у вас нету какой-то, я бы сказала, конкретной сферы, какой-то ограничивающей сферы. У вас, на самом деле, может вообще вся жизнь перевернуться. Но она повернётся именно в лучшую сторону, а не в худшую. Вот эта худшая, она остаётся у вас позади. Потому что когда было… Да, вы очень многое, что осознали, очень многое, что познали, очень многое, что для себя выделили. И вот вы просто сейчас оказались немножко какой-то растерянности, что вроде вот, ну, я это получила, а что мне с этим дальше делать? Как мне дальше с этим быть? У вас уже будет чёткое определение. То есть, знаете, как вот вы, наконец, как завершите какой-то этап своей жизни и начнёте новый. То есть, вот этот промежуток, он принесёт вам перемены, совершенно даст новую жизнь. Какой она будет, вы уже сами будете выбирать. Что для вас будет важно? То есть, вот какую сферу вы выделите в этот промежуток, начиная с 14 по 28 октября, вот этот промежуток, так дальше эта сфера у вас и пойдёт. Вот как вы это всё поставите перед собой, именно эта сфера и будет непосредственно идти в том направлении, которое вы выберете для себя. Вы запутались, вы маетесь, вы переживаете, но это всё вы оставите. То есть, вы полностью над любыми проблемами, любыми ситуациями вы поставите точку. И вы не будете дальше думать, а как мне быть? Понимаете? То есть, уже вот идёт такая линия. И вы полноценно сможете, вот наконец, кардинально изменить свою жизнь. А какая сфера вы будете сами для себя уже выбирать и определять. С чем вы останетесь? Знаете, у вас идёт такая линия. И вы всё-таки сможете остаться при своём, однозначно сможете остаться при своём. Единственное, идёт такой момент, что кому-то это может не понравиться. Но здесь идёт такая ситуация, что для всех хорошими не будешь. То есть, кому-то одно, кому-то другое. И, естественно, для всех хорошими не будешь. И здесь идёт вот эта линия, что вы для себя уже будете вот как раз определять. Какую сферу вы выбираете, то и идёт. Нравится, не нравится, но либо с вами соглашаются, либо этого всё отпускаете. То есть, вы, когда будете уже чувствовать себя совершенно иначе, вы остаётесь именно при своём, при совершенно новой ситуации, именно стабильной ситуации. У вас вот как раз на ближайшие годы, после вот этого коридора затмения, идёт очень хороший период процветания. То есть, если раньше вы теряли, страдали, что-то вот у вас не получалось, то сейчас наступает у вас период процветания, успешности. Но это не значит, что вот немножко есть такая линия, что не все сферы, к сожалению, будут вас радовать. То есть, если вы в одном в чём-то обретаете, в чём-то другом остаётся то же самое. Вот почему я вам изначально сказала, что в этот промежуток времени вы для себя должны определиться, что для вас важно. Потому что ту сферу, которую вы выберете, именно в этой сфере у вас пойдут и силы, и энергии, и вы сможете это успешно преобразовать. Всё сразу, к сожалению, в этот период у вас не получится. И вот очень важно подготовиться и серьёзно подумать. Но у вас вот такой момент идёт, что судьба вас всё равно выведет к этому. То есть, что для вас благополучно будет дальше, в дальнейшем, непосредственно. И вот в этой сфере у вас будет идти процветание. То есть для кого-то это могут быть отношения, семья, рождение ребёнка. А для кого-то это очень дорогостоящая покупка, мечтали о доме, о квартире. А для кого-то может быть расширение бизнеса, там открытие бизнеса. То есть вот эту сферу, которую вы берете, именно эта сфера у вас будет процветать в ближайшие-ближайшие годы. Поэтому здесь вам нужно очень серьёзно подумать, как вы дальше хотите жить. То есть на ближайшие годы, вот это идёт именно на 18 лет. Поэтому здесь вот вам нужно очень серьёзно подумать. но, тем не менее, здесь, знаете, как вот Вселенная, да, судьба вас всё равно выведет. Выведет именно так, что для вас это будет комфортно. И даже если поначалу вам будет казаться, что это неправильно, но когда у вас уже пойдёт вот этот статус, вот это восстановление и достижение, вы увидите, что вы всё-таки сделали правильный выбор. Поэтому в первую очередь не сомневайтесь в себе, не сомневайтесь именно в своих силах. Тогда будет всё хорошо. Вот у вас так. Это вот кто выбрал третий вариант. Такой у нас с вами получился расклад. Достаточно сильный идёт вот этот период. И я каждому из вас желаю, чтобы вот в этот промежуток времени вы для себя смогли выстроить именно как раз вот тот путь, который бы вас всегда радовал, направлял и давал вдохновение. На этом я с вами прощаюсь. Мы с вами увидимся уже очень скоро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова